шалом мессианскому еврею читающему новый завет римляне как мне кажется должно быть интересны как минимум по двум причинам достаточно серьезно первое именно вмешательство рима в жизнь нашего народа превратила иудаизм в религию без храма иерусалимский храм восстановленный зарабавелем в шестом веке до нашей эры и существенно расширенный царем иродом великим был разрушен в 70 году нашей эры войсками римского полководца тита это событие знаменовал конец целой эпохи периода второго храма и начала развития без храма вова если так можно выразиться иудаизма каким он и является по сей день и вторая причина именно римлянин понти пилат вынес мессии шоу смертный приговор в результате которого он был пригвожден римскими же солдатами к кресту кроме этих двух событий огромных своему значению и других событий меньшего порядка которых участие римлян тоже видно невооруженным глазом ну например я имею ввиду приказ императора клавдия о том чтобы евреи покинули рим речь апостола павла перед римскими прокураторами иудеи феликсом и фестом представлены лукой книги деяний кроме всего этого римлян присутствует на страницах нового завета также незримо или как бы на заднем плане ну например мытари то есть сборщики налогов стоят евангелиях в одном ряду с грешниками почему поскольку они собирают налоги для ненавистных римлян для римских оккупационных властей зелоты тоже упоминаем евангелиях еврейские радикалы которые выступают за вооруженную борьбу с римом и одна из ловушек которые пытаются расставить для еще некоторые фарисеи это вопрос о налогах отсюда и взялась собственно знаменитая фраза кесарю кесарева а божие бог кесарь от римский император обсуждаем приговор еще осени дриона точнее задававший тон в этом обсуждении священники говорят если оставим него так то все уверуют него и придут кто римляне и овладеют и местом нашим и народом отдельные слуги римской империи такие как знаменитый сотник вера которого привела еще в изумление а также другие изображены в новом завете вполне положительными фигурами римское гражданство тоже выглядит там как преимущество поскольку дает апостолу павлу право опротестовать обращение которым он подвергся и разговаривает с римскими властями очень уверенно но в целом рим выглядит или негативно как в евангелиях где он воспринимается как оккупационное ермо на шее израиля или как компромиссное божье устроение для нынешнего века с которым верующему человеку нужно сжиться насколько это возможно в этом павел пишет времена 13 главе стихах с 1 по 7 который вы сейчас видите на экране основная мысль в том что всякая власть в конечном счете от бога и поэтому мы должны в разумной мере как верующие люди повиноваться властям однако не будем забывать что письма павла все-таки были адресованы в основном не еврейской аудитории который мало интересовалась независимостью еврейского народа и так что же представлял собой рим как оккупационная власть сегодня мы поговорим об отношении римской империи к иудаизму и вновь обратимся к книге оскара скоршавна в тени храма по англисте она называется in the shadow of the temple обзор который я начал делать в программе евреи и греки в религиозном отношении римляне были завоевателями достаточно терпимыми они имели собственные древние традиции и уважали чужие древние традиции ну соответственно они не были миссионерами пытавшимся обратить завоеванные народы в свою римскую веру них было лишь два условия мирного сосуществования с местной религией условие первое в религии туземцев а не должно было быть обрядов оскорблявших римскую этику и римские представления о приличии в этом отношении удаизма конечно всего практика и обрезание младенцев и празелитов был проблематичен для римлян как и для греков обрезание было равносильно уродованию человеческого тела их представление красоте отображенные в античных скульптурах были несовместимы с этим варварским с их точки зрения обрядом однако при этом они были реалистами и понимали что введение запрета на обрезание было бы фактически объявлением войны всем евреям жившим на подконтрольных им территориях себя добавлю возможно понимание этого факта был у них благодаря относительно недавней истории ведь восстание маковеев было поднято всего за 104 года до осады помпеем иерусалима как или иначе и мы не смирились с практикой и за исключением нескольких лет до и после восстания барков бы а это 132 год не запрещали обрезание второе условие который покоренный римом народ должен был соблюдать ради беспрепятственного исповедания своей религии это воздаяние почести римским богам она была приемлема для большинства язычников у них уже были свои боги подчеркивание один бог как у евреев а боги то есть они были политоистами и поэтому добавить собственному пантеону еще и римских богов было не трудно но в конце концов никто же не требовал от них не оставлять собственную религию не отдавать все свое сердце всю свою душу богам рима ожидалось просто формальное соблюдение обрядов например воскурение фимиама или жертвоприношения ничего более однако евреев не устраивал даже это такая малость кавычках ожидалось простите в диаспоре не еврейские соседи евреев уже давно заметили что бог израиля не похож на других богов он очень нетерпим ко всем остальным богам например греки были готовы принять бога израиля в свой пантеон потому что их боги вполне ужились бы с ним однако он сам оказался крайне неуживчиво язычники обратившиеся иудаизм тоже вели себя странно с точки зрения с точки зрения язычников не обратившихся иудаизм эти люди больше не посещали храмы богов которым поклонялись их отцы и сограждане также избегали совместных трапез с родственниками и бывшими друзьями и в общем складывалось такое впечатление что не презирали официальную религию и избегали близкого общения с прочими людьми тем самым вызывая к себе неприязнь со стороны соседей евреев заклеймили как атеистов то есть как людей отрицавших римских богов вот что означало слово атеизм в то время и римский историк тацит выражал вероятно мнение многих когда сказал евреях так иудеи охотно помогают друг другу зато ко всем прочим людям относится враждебно и с ненавистью они ни с кем не делят ни пищу не ложе избегая чужих женщин хотя до крайности преданы разврату и вообще не друг с другом позволяют себе решить на все они обрезание вели чтобы отличать своих от всех прочих те что сами перешли к ним тоже соблюдают все эти законы но считаются принятыми в число иудеев лишь после того как исполнится презрение к своим богам отрекутся от родины откажутся от родителей детей и братьев еврейские погромы происходили в крупных городах римской империи еще в до христианские времена римляне наверняка знали о категорическом отказе евреев поклоняться другим богам самого начала их взаимоотношений с еврейским народом о том чтобы в иерусалиме совершалось поклонение римским богам не могло быть и речи самое большее на что могли рима не рассчитывать это молитвы и жертвоприношения богу израиля за здравие и благополучие римского кеса и таковые возносились со времени первого императора августа вплоть до самого начала великого иудейского восстания в шестьдесят шестом году нашей эры связи с этими жертвоприношениями есть одна очень интересная на мой взгляд история у иосифа флавия во время очередного приступа мании величия император калигула приказал воздвигнуть его статуй во всех храмах империи включая иерусалимский хаудей был послан римский генерал петроний с тремя легионами задача была ему поставлю водрузить статую императора в храме а в том случае если цитации цитирую если евреи откажутся сделать это был приказ казнить мятежников а весь народ поработить то есть обратить в рабство в двери петроний провел 50 дней ведя переговоры с еврейскими лидерами он сказал им что их протесты против изображений кесаря неразум поскольку все так все покоренные народы возвели своих городах статуи кесаря наравне со статуями своих собственных богов и что если одни евреи воспротивиться этому указу этот протест будет приравнен к бунту усугубленному оскорблению конец цитаты но евреи упрямо ссылались на свой закон который не позволял создавать изображение и ставить статуи ни в одном уголке их страны и уж тем более и говорили евреи что готовы пострадать за соблюдение тора тогда петроний успокоил их и спросил что же вы объявите войну кесарю и ответили что они дважды в день совершали ежедневные жертвоприношения за кесаря и за римский народ но если кесарь желает поставить эти статуи ему придется вначале принести в жертву весь еврейский этот ответ произвел произвел на петроний такое сильное впечатление что он решил не выполнять императорский приказ а попытаться убедить кесаря отменить его петроний сказал что если ему это не удастся то он готов пожертвовать собственной жизнью ради жизни столь многих людей флаги завершает эту историю о благородном римском военачальнике с большим удовлетворением кеса пришел в ярость и послал петроний письмо в котором угрожало ему смертью если тот не исполнит приказ без дальнейших промедлений но письмо застряло в пути на три месяца из-за шторма на море а тем временем петроний получил другое письмо информировавшие его о смерти императа в общем классический хэппи-энд счастливый конец скажем он приводит еще одну любопытную историю имеющий отношение к каллигуле после его смерти в сорок первом году нашей эры императором стал уже упоминавшийся сегодня клавдий евреи александрии прислали к нему делегацию формальной целью делегатов было поздравить клавдия с восхождением на трон реальный заручиться его поддержкой благорасположение дело в том что в тридцать восьмом году наши а то есть тремя годами раньше александрии был еврейский погром который возглавил никто иной как римский правитель а предыдущий император должных действий не предпринял до нас дошел ответ императора клавдия с точки зрения римского права император был абсолютно корректен и беспристрастен в беспорядках были виновны писал он обе стороны и обе заслужили порицание евреи должны иметь привилегии которые имели во время августа но не более после этого император выдал свои истинные чувства по отношению к евреям они не должны вести себя так будто живут в городе но совершенно отдельно от своих александрийских соседей они цитата не должны приглашать в александрию других евреев плывущих из сирии и египта чтобы не навлечь на себя дальнейшие мои подозрения в противном случае я непременно отомщу им как зачинщиков как зачинщикам простите беспорядков во всем мире в общем не легко было риму с евреями ну а кому с нами было легко спасибо продолжим разговор в отношениях с римом следующей неделе миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о миссианстве и и шо а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w . азис дефис медиа точка тиви